МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Между Нинецким округом и Республикой Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве регионов. О том, как прошли встречи на высшем уровне двух субъектов РФ, расскажем сегодня. Впервые за 30 лет мост через реку Хову в районе Харьяги начали реконструировать в рамках реализации национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. В рамках официального визита делегации Новгородской области в столицу Нинецкого округа были обсуждены грани сотрудничества между регионами в сфере образования, строительства, ЖКХ и других направлений деятельности. Подтверждением и описанием географических открытий, сделанных по данным наблюдений из космоса, займутся гидрографы Северного флота, выполняющие задачи на спасательном буксирном судне «Алтай» и гидрографическом судне «Горизонт». В настоящее время оба судна находятся в Карском море. Экипаж «Горизонта» занимается гидрологическими исследованиями в районе острова Белый. Судно вошло в Карское море несколько дней назад через пролив Карские ворота. В ходе научно-практических экспедиций Северного флота в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага «Новая земля». В минувшую пятницу с официальным визитом в столице Нинецкого округа побывала делегация из Татарстана, которую возглавил президент республики Рустам Миниханов. В состав делегации вошли также министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов и главный геолог, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Раис Хисамов. Гостей встречал губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский. Делегацию познакомили с этнографической выставкой, продемонстрировали продукцию окружной марки сделано в НАО «Общество мясопродукты». Встретили земляков и члены татаро-башкирского землячества «Тугуньяк». После теплой встречи гостей и радушных хозяев деловые переговоры в зале официальных мероприятий. Здесь прошло совещание с участием представителя органа власти Нинецкого округа и Республики Татарстан. Стороны обсудили планы по взаимодействию в области образования, экономики, здравоохранения. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в Республике Татарстан и Нинецкого округа в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Одним из перспективных направлений станет сотрудничество в вопросах развития телемедицины в Нинецком округе. Александр Цибульский отметил особую важность кооперации регионов для их дальнейшего развития во всех сферах деятельности. Это приносит ощутимые результаты роста для всех участников такого межрегионального объединения. Я считаю, что вообще будущее и ускоренное позитивное развитие может быть только через кооперацию регионов. Самое страшное, что может быть, это такой региональный протекционизм, закрытие регионов и попытка лоббировать только интересы внутри региона. Это всегда будет менее эффективно, чем взаимодействие между регионами. Мы просто чаще говорим о том, что взаимодействие с соседними регионами, и поскольку для живущих нас здесь всегда соседние регионы более чувствительны. Но вот сегодня вы слышали, Рустам Нургалевич, мы перечислили сходу, вот просто в развитии того соглашения, которое сегодня было подписано, наверное, десятка-полтора направлений, по которым мы точно можем найти взаимодействие. И это точно будет на пользу развития Единственного автономного округа, это точно принесет пользу и Республике Татарстан, поэтому в этом направлении надо двиняться. И за этим в любом случае будущее, хотим мы это или не хотим, и тот, кто первым это поймет, тот, кто быстрее в эту межрегиональную кооперацию войдет, тот на самом деле получит максимальный эффект и максимальный пользу. Один из главных вопросов, неразрывно связывающий два региона, это добыча углеводородного сырья. Тиманопечорская провинция представляет большой интерес для одной из крупнейших в России нефтяных компаний «Татнефть». На территории Нининского округа зарегистрировано дочернее предприятие компании «Татнефть.Нао». И здесь ресурсные важные, очень перспективные. Я, как представитель себя директоров, уже сказал, что я буду этот вопрос держать на контроле, потому что ресурсы для любой нефтяной компании – это вопрос номер один. Вопрос твоей конкурентности, вопрос твоего будущего. Поэтому те активы, которые у нас есть, а мы, как вот уже Александр сказал, здесь вторые по запасам, я думаю, что мы будем более активно работать. Активно работать не только по месторождениям, и по подготовке персонала, и по подготовке геологов. Мы будем взаимополезны, мы активизируем работу нашей нефтяной компании. Также в ходе рабочей встречи главы субъектов запланировали обмен культурным опытом этнических народов, проживающих в регионах, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Ненецкого округа в 2019 году и 100-летию Республики Татарстан в 2020 году. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Два дня в Ненецком округе, которые выдались на удивление теплыми и солнечными, работала официальная делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным. В рамках официального визита между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. Глава Новгородской области Андрей Никитин впервые на Ненецкой земле. Хотя можно отметить, что между Печорским краем и Новгородчиной давние отношения. Именно новгородские дружины и новгородские купцы еще несколько веков назад активно принимали участие в освоении северных территорий и основании первого города за полярным кругом городища Пустозерск. Сегодня перед подписанием соглашения о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа главы Ненецкого автономного округа и Новгородской области провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили грани взаимодействия регионов в различных сферах деятельности. Накануне Александр Цибульский представил своему коллеге достопримечательности окружной столицы. Они прогулялись по улицам Наринмара. Большое впечатление на Андрея Никитина произвела архитектурная подсветка основных зданий в центре Наринмара. Этот проект был реализован в окружной столице в прошлом году. Как отметил губернатор округа, для северян он имеет особое значение. И для нас, для людей половина года живущих в условиях полярной ночи, в общем, когда большую часть суток темно, это крайне важно. Делегация Новгородской области отметила также темпы и качество благоустройства Наринмара. В Новгороде этим вопросом уделяет самое пристальное внимание. Глава Неницкого округа, в свою очередь, напомнил коллеге период его работы в агентстве стратегических инициатив. Именно тогда никто иной, как Андрей Никитин, расставлял на федеральном уровне перед регионами акценты по формированию комфортной среды. Действительно, такая среда в настоящее время активно развивается в регионе. В этом году в городе ведем очень масштабную работу по благоустройству. У нас больше 24 объектов. Часть я вам вчера показал, которые строятся. У нас в этом году будет почти 24 объекта, которые мы хотим благоустроить. То есть в этом смысле с каждым годом хотим, чтобы облик города преображался. И с каждым годом мы, что называется, учимся делать качественное благоустройство. И с каждым годом стараемся увеличивать бюджет именно на это направление. По окончанию личной и двухсторонней встречи, руководители региона в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика в присутствии официальной делегации Новгородской области и представители исполнительной и законодательной власти НАО поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Соглашение подписано. Администрация Ниньского округа и правительство Новгородской области договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика. Пожалуй, одним из самых привлекательных для Северного округа направлений станет сотрудничество в строительстве жилья для переселенцев из районов Крайнего Севера в благоприятные регионы страны. Важным аспектом нашего взаимодействия, которое мы обсуждали с Андреем Сергеевичем, это перспективы решения жилищных вопросов. Я не раз вам говорил о своей позиции в этой части. Вы знаете, что территории Крайнего Севера территории особенные, на территории Крайнего Севера есть право граждан, которое закреплено законодательством, иметь возможность через определенный срок переехать в более благоприятные климатические условия. И это не наше с вами желание кого-то переселить, это не желание оставить территорию без населения. Это право, которое закреплено законом. И я хочу сказать, что в Ниньском автономном округе на сегодняшний день порядка двух тысяч семей уже десятилетиями стоят в ожидании реализации этого положенного им по закону права. На территории Ниньского округа нет своих высших учебных заведений, поэтому интересным проектом для региона станет и сотрудничество в сфере образования. При Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого работает Институт сельского хозяйства и недропользования. Подготовка специалистов в этой сфере крайне важна для нашего региона. В том числе подготовка специалистов для традиционной отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Севера оленеводства. У нас есть огромный потенциал. Я знаю, что в Новгородском госуниверситете имени Ярослава Мудрого входит Институт сельского хозяйства и природных ресурсов. Это по сути то, что для нас с вами является основой экономии. Это недропользование и это сельское хозяйство, в частности, оленеводство. Про оленеводство скажу чуть позже, что бы я предложил. Мне кажется, у вас в университете действует кафедра экологии, географии и природопользования. Это с учетом тех планов по расширению своей деятельности компаний-недропользователей на территории Ненецкого оборудования. Нам крайне важно, чтобы наши жители получали востребованные на территории нашего региона профессии. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заверил коллегу, что уже в следующем учебном году абитуриенты НАУС могут поступать в высшие учебные заведения Новгородской области непосредственно в округе. Здесь будет организован университетский консультационный центр. В ближайшее время все организационные вопросы будут проработаны с представителями департамента образования. В составе делегации Новгородской области в Ненецком округе побывал и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. По линии развития муниципальных отношений в эти дни в Наринмаре также прошло немало мероприятий, о которых мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Любовь Пермякова, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В районе поселка Харьягинские строители приступили к ремонту моста через реку Колва в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Этот мост – единственная связующая нить между двумя берегами Колвы. Он был построен еще в 1989 году и с тех пор здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. За 30 лет дорожное полотно сооружения изрядно прохудилось. Трафик здесь плотный. К тому же через мост в основном проезжают большегрузы и другая тяжелая техника. Помимо покрытия необходимо отремонтировать подъездные пути, несущие опоры. Общая протяженность реконструируемого участка – 480 метров. Подготовительные работы в районе Колвинского моста начались в начале августа. Сегодня на объекте трудятся 8 человек. Они готовят площадку для начала реконструкции основного моста. Покрытие тоже будет ремонтироваться. То есть будет перекрытие движения по одной половине. И, соответственно, будет производиться ремонт по половине моста. То есть в 2020 году и, соответственно, в 2021 году – перекрытие движения по частям и ремонт верхнего пролетного строения. Сдать объекты должны осенью 2021 года. По словам подрядчика, работы будут вестись круглосуточно в две смены. Средства на ремонт Колвинского моста выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В настоящее время в рамках проекта на ряде объектов в регионе и его столице уже ведутся работы. В настоящее время в рамках «Безопасные и качественные дороги» национального проекта городом заключен контракт на дорогу авиаторов. Мы сейчас видим, что приступили. В этом году будут выполнены тротуары и освещение поставлено. И на следующий год планируется выполнить асфальтирование. Но сейчас будет подготовка выполнена. Небольшие неудобства для граждан, конечно, есть в плане, что сужение на этом участке пока идет до проезжей части. Но это временная мера. И там поставлены ограничения по скорости, ограничительные знаки. Пошли на это осознанно, чтобы не закрывать проезд. Также началась реконструкция автодороги Нарьинмар-Искателей, участка дороги Нарьинмар-Красная и дорожного полотна по улице Дружбы. Ведется строительство первого и третьего участка трассы Нарьинмар-Усинск. В Нарьинмаре с рабочим визитом находится председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. На этот раз депутат, курирующий Ненинский округ в Госдуме от партии ЛДПР, посетил тепличный комбинат «Солнышко» и высоко оценил продукцию агропромышленного комплекса. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов в рамках региональной недели депутатов парламента в субъектах Российской Федерации обсудил с руководством предприятия сегодняшние достижения и перспективы производственного роста. Предприятие развивается. Количество людей, работающих здесь, увеличивается. Количество выпускаемой продукции увеличивается. Но, к сожалению, исходя из того, какие природоклиматические условия, в каких условиях приходится развивать, производить, упаковывать. Это все упирается, прежде всего, в необходимость дополнительного финансирования. На сегодняшний день в тепличном комбинате «Солнышко» собрано 52 тонны огурцов из 66 запланированных. План по сбору томатов тоже выполнен более чем наполовину. Кроме того, тепличный комбинат круглый год выращивает комнатные растения и рассаду. Практически я уверен, что эти огурцы и Рослав Евгеньевич тоже экологически чистые. Давайте попробуем. Давайте попробуйте. Как домашние. Да. Они практически ничем от домашних не отличаются. Потому что весь коллектив тепличного комбината «Солнышко» работает здесь с самого начала. В сентябре после дезинфекции помещений на предприятии традиционно высадят несколько видов зелени и редис. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север». 22 августа нарьинмарцы вместе со всей страной отметят важный праздник – День государственного флага Российской Федерации. В столице Заполярье в этот день пройдет праздничный концерт. Также будут работать интерактивные площадки. Праздник, конечно, молодой, но уже занял почетное место в календаре. Мы ждем на площади Моррации 22 августа 2019 года всех желающих и гостей, где будут проходить акции. Акция «Триколор. Получи ленточку и узнай больше о России». Акция «Знаю Россию». Соревнование по сборке спинс-карт субъектов Российской Федерации. По окончанию акции под флагом России в 20.00 гостей праздника организаторы приглашают на фестиваль уличного кино, который пройдет в концертном зале Дворца культуры Арктика. Там будут показаны 9 короткометражных фильмов. Зрители смогут проголосовать за понравившуюся картину. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.